Приветствую, мы с вами находимся в районе Кунцево, на западе Москвы. И здесь от улицы Ивана Франко до Кунцевской улицы проходит улица Леси Украины. Двухсторонний бежеет автомобиля транспорта по одной полосе в каждом направлении. Илья на улице составляет около 300 метров. Но небольшая улица, такая скорее похожа на перегон, на улицу. Но опять же из-за уважения к Леси Украинки, в честь которой названа транспортная единица, назвали улицами. У нас, конечно, улица возникла еще в подмосковном городе Кунцево, который здесь находился до 1660 года. И называлась она там, правда, не улица Леси Украинки, а улица Дзержинского, в честь Феликса Дзержинского, знаменитого советского партийного деятеля, большевика, одного из участников, видных участников Октябрьской революции 1717 года. Ну и вот так она называлась улица Дзержинского до 1662 года, еще даже два года после вхождения города Кунцево от Москвы. И вот в 1662 году получилось ревенное название, потому что в Москве уже была улица площадь Дзержинского, это ныне Лубянская площадь, улица Большая Лубянка. И названа она была в честь украинской политессы, переводчицы и общественных деятелей Леси Украинки. Настоящим ее имя и фамилии были Лариса Косач-Критко. Жила она в 1871 году, в 1313 году. Надо сказать, что вообще с Россией, ну с Москвой она как-то в принципе по сути не была связана, она больше не жила в Москве, практически вся их жизнь была связана с Украиной. Вот, но дело в том, что, так сказать, она полюбила марксизм с юности, да, вот, и, так сказать, была сторонницей революционной социал-демократии. Вот, прочитала она «Капитал Маркса», перевела на украинский язык даже манифест коммунистической партии, вот, ну, участвовала в зданиях легальных марксистов, в том числе журнала «Жизнь» и других, ну и даже за связь с российскими марксистскими организациями, подвергаясь репрессиям, находилась под назором полиции. И книги ее стихов, они, в общем, проникли революционными идеями, призывами в борьбе, с классом инициальным угнетением, мечтала о свободном будущем украинского народа, ну и, естественно, что такая вот ее, так сказать, революционная деятельность, да, симпатия, так сказать, к российским революционерам, они, естественно, не остались без внимания, и поэтому понятно, что в советское время, в общем, конечно, она была на слуху, ее знали, изучали, ее творчество сейчас как-то, она несколько подзабытыми, мягко говоря, как-то не очень уверен, сейчас она на слуху, практически совсем забыли, ну а тогда как-то да, многие изучали ее, вот, ну и поэтому не случайно, что это была одна из самых таких вот упоминаемых украинских, так сказать, культурных деятелей, писателей. На ровне там Стараса Шевченко, ну, Шевченко может, конечно, повыше, безусловно, его сейчас как-то намного лучше знает, но здесь украинка тоже. Ну и поэтому не случайно, что назвали тут улицу в ее честь, кроме того, улица находится на западе Москвы, где многие улицы окрестные названы, имеют украинские названия по разным украинским городам и украинским деятелям, ну, кстати, вот сейчас рядом отходит эта улица от улицы Ивана Франкова, который тоже вот был известным украинским писателем, публицистом, честным деятелем, вот, так что вот почему тут назвали улицу в ее честь. Никаких нежилых объектов по этой улице нету, все, что здесь находится, это всего четыре жилых дома, это, и все они были построены в советское время, это один трехэтажный дом и один четырехэтажный дом, номерами 6 корпус 2 и 12 были построены в 358 году, и два девятиэтажных дома по номерами 3 и 4 корпус 1 были построены в 1970-х годах, ну, и, по крайней мере, два дома трех-четырехэтажных здесь несут, ну, девятьэтажные, наверное, трогать не будут, несут по программе реновации в ближайшее время, так что улицы ждут большие изменения, вот. Ну, а так, никаких сейсов замечательных здесь нету, и кроме как вспомнить, есть и украинку, которую, как я уже сказал, несколько подзабыли в последнее время, тут особенно, в общем, делать, в принципе, нечего, ну, можно посмотреть на трех-четырехэтажные дома, которые могут снести, ну, правда, они, ничего в них таком интересного особенно нет, в 50-х годах построить. Ну, а доехать сюда лучше всего по железной дороге, с Белорусского вокзала до платформы Рабочий поселок, и дальше чуть-чуть пройти пешком, она недалеко от платформы находится, это улица, ну, можно и подальше, от метро эта улица довольно сильно удалена, поэтому пешком не дайте, ну, лучше доехать от метро, ну, можно, верно, не дойти, но это далеко от метро Кунцка на автобусе 73-м до основки платформы Рабочий поселок, она находится, основка на улице Ивана Франков, и дальше пройти пешком. По саму улицу непосредственно общественный транспорт не проезжает. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.